Если вы холдер криптовалюты, а особенно Ripple XRP, вы скорее всего захотите приготовиться, быть готовыми прямо сейчас. Мы здесь не ради недели, месяцев или года, мы здесь готовимся к большому перераспределению богатства, самому большому в истории человечества. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и сегодня у меня для вас очень агрессивный контент. Мы все видели отсроченную реакцию крипторынка на новости о том, что управление контролера денежного обращения США разрешило банкам хранить криптовалюту. Брайан Брукс продолжает гнуть свою линию, а мы все извлекаем из этого выгоду прямо сейчас. И именно поэтому так много людей сегодня говорит, что это плохое время быть жадным на этом рынке, потому что цены уже выросли. Однако, если у вас нет позиции вообще, если у вас совсем нет биткоина, XRP или другой криптовалюты, чего вы ждете? Низких цен? Они могут и не прийти. Вы вправе ждать отката или коррекции. Но честно говоря, как только у меня есть возможность, я покупаю биткоин, Ripple XRP, эфириум и так далее. И не важно по какому курсу. Я понимаю, через 10 лет все эти прыжки курсов будут просто ничем. Но важно отметить, что я вкладываю в крипту ровно столько, чтобы потом не страдать. Пожалуйста, помните об этом. И позвольте мне напомнить вам еще кое о чем, прежде чем мы перейдем к тому, что я для вас сегодня приготовил. Это поможет вам понять, где мы находимся. И это называется психология рыночного цикла. Я убежден, что когда-то я уже вам ее показывал. Но если вы новенький, то такая перспектива видения рынка вам не помешает. Изучив эту схему, вы научитесь понимать, в какой стадии находится рынок. Сейчас мы видим этап неверия. Я думаю, что мы находимся как раз на этом этапе. Люди не верят, что ценный криптовалют продолжит расти. Что цена биткоина продолжит расти. Что цена Ripple XRP продолжит отвечать ростом на все события, происходящие с финансовой системой, которая пробует использовать его технологии. Но мы можем увидеть прошлые моменты цикла, которые мы уже полностью прошли. Капитуляцию, злость и депрессию. Два с половиной года пролонгированного медвежьего рынка. Теперь мы начинаем наблюдать 50, 70, 100% прибыли за неделю. Это этап неверия. Люди не могут в это поверить. Но когда мы наложим это на события, происходящие в мире, на все эти разработки и наработки, документы которых я вам показывал и показываю, нам придется проснуться. Нам придется увидеть тот момент истории, в котором мы сейчас находимся. Принятие цифрового доллара. Принятие цифрового юаня. Принятие цифрового евро и фунта. G30, говорят о Ripple XRP. Переоценка корзины SPZ Международного валютного фонда, о чем я тоже вам рассказывал. Это идеальный шторм XRP, который превратит цунами в волну миллионеров неожиданно и быстро. И я знаю, это звучит притянутым за уши. Я знаю, это звучит как хайп. Но это не важно. Наступит момент, когда люди начнут читать об этом на новостных сайтах. И это будет тогда, когда XRP будет стоить 10 долларов. Когда биткоин будет стоить 50 тысяч долларов. И тогда они захотят покупать. Не за 28 центов, как он стоит сейчас, а за 10 долларов за один XRP. А теперь я хочу показать вам эту новость, которую недавно опубликовали. На первый взгляд она вам покажется непримечательной. Но я вам гарантирую, когда вы досмотрите это видео до конца, вы поймете, что на самом деле она хочет нам сказать. И что на самом деле происходит. А происходят очень большие вещи. Это статья Томаса Франка CNBC о том, что Уоррен Баффет снова наращивает позиции в Банке Америки. Теперь этот актив занимает почти 12% всего его портфеля. Друзья, 1,7 миллиарда долларов стоимости Банка Америки принадлежат Бэкшайя Хэтэвэй, компании, главой которой является Уоррен Баффет. Вы спросите, ну и что? Банк Америки и Ripple XRP имеют тесные связи. И поэтому я думаю, что-то масштабное назревает прямо сейчас. В этот момент, пока я разговариваю с вами. Банк Америки намекнул, что нанял специализированного специалиста по Ripple. Он нужен им, чтобы возглавить группу по управлению продуктами для проекта Ripple, децентрализованного решения для трансграничных платежей. Банк Америки подтверждает присоединение к Ripple.net. У них даже есть патент на решение по расчетам в реальном времени на основе децентрализованного распределенного реестра, который был заполнен еще в 2017, но опубликован только в июне 2019. У Ripple такое решение уже функционирует. И хотя прямого упоминания Ripple XRP в патенте нет, они говорят о том, что хотят сделать систему мгновенных расчетов. Как еще банк может мгновенно рассчитываться? Именно поэтому Банк Америки, который публично стесняется блокчейна, втихую тестировал технологию Ripple в октябре 2019. А уже в апреле 2020 он поднимает вопрос о партнерстве с Ripple. И вот в конце июля Уоррен Баффет расширяет свои позиции в акциях Банка Америки. И это еще не все. Я нашел документ, который указывает на интересы Банка Америки в этом и последующих годах. После того, как я их изучил, я понял, что скорее всего происходит между Банком Америки, Ripple XRP и Уорреном Баффетом. Уоррен Баффет это гений инвестиций. Он располагает инсайдерскими новостями для узких классов. Нам остается либо реагировать на новости для масс, либо спекулировать на тему того, какие новости нам не рассказывают инсайдеры из этих самых узких классов. Именно это я и делаю на своем канале. Я думаю, за этой новостью прячется согласование в той или иной форме принятия XRP, либо использования XRP, либо ответ цены XRP на это. Уоррен Баффет хорошо понимает, что происходит. И я считаю, мы должны использовать это как ведущий индикатор того, что надо вкладываться в то, что является самым продвинутым цифровым активом когда-либо созданным, да еще по таким низким ценам. Причина, почему я покупаю каждый месяц на определенную сумму заключается в том, что никто точно не знает, что и как скоро произойдет. Но я буду готов, потому что, судя по всему, что-то масштабное уже готовится. Я не финансовый советчик, и это не финансовый совет. Но вам все равно, так или иначе, придется следовать за изменениями в мире и цифровыми тенденциями. У вас просто уже не остается выбора. Мы видим еще больше работы в этом направлении со стороны Банка Америки в том числе. Этот твит был опубликован Микки Фрэшем. Он пишет. Похоже, Банк Америки наращивает свои позиции в цифровых и мобильных кошельках. Они соединены с Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Кроме этого, существуют связи с корпоративными цифровыми кошельками для казначейских платежей. Судя по всему, следующими будут децентрализованные приложения, построенные на ripple.net. Это звучит как то, о чем мы говорили долгое время. Вот что мы нашли на сайте Банка Америки. API интерфейсы также позволят создавать новые виды мобильной коммерции, что обусловлено появлением нового типа суперприложений, которые могут сочетать себе карты, мобильность, покупки, рестораны и другие услуги. Банк Америки Мирил Линч строит API интерфейсы, чтобы мы могли соединить клиентов либо с помощью приложения CashPro, либо через другие программы с этим новым миром коммерции, который будет работать с цифровыми кошельками, цифровой экономикой и новыми людьми по всему миру. Друзья, они продолжают строить фундамент. И фундамент выглядит уже достаточно крепким. Это впервые в истории, когда мобильные кошельки становятся глобально доступными для коммерческих держателей денег. Потому что мы здесь, чтобы сделать бизнес проще. Вы можете добавить карту в мобильный кошелек с щелчком пальца. Откройте приложение, сфотографируйте карту, верифицируйтесь. Использовать мобильный кошелек безопаснее пластика. Каждая покупка имеет свой уникальный единоразовый шифр, чей путь от карты никак невозможно отследить. Торговцы никогда не увидят этот номер. Ваша информация остается приватной и защищенной. Приватной и защищенной. Технология распределенного реестра, блокчейн, Ripple XRP. И в конце они пишут. Сила, чтобы возглавить инновации. Новые платежные системы, чтобы ваш бизнес развивался. Новые технологии и регуляторы меняют мир глобально. Банки помогают клиентам осваивать инновации и процветать в быстро меняющемся мире. Ребята, я считаю это очень важные документы и связи, которые я вам сегодня показал. Я думаю, что вскоре банк Америки и Ripple расскажут нам что-то интересное, сделав большое объявление. Я думаю, это будет совсем скоро. Скорее всего, рост цены Ripple XRP не является совпадением. Они готовят что-то, о чем мы можем только догадываться. И похоже, именно их инсайдеры, умные деньги, сейчас и действуют. Я думаю, люди, которые контролируют финансовые институты, имеющие миллиарды долларов, покупают. Пока мы либо сомневаемся, либо накапливаем активы годами. Если вы холдер криптовалюты, а особенно Ripple XRP, вы скорее всего захотите приготовиться. Быть готовыми прямо сейчас. Когда все это будет запущено, времени больше не будет. Никто никого ждать не остановится. Мы видели 60% роста в XRP за неделю. И это покажется просто детскими игрушками по сравнению с тем, что грядет. Мы здесь не ради недели, месяцев или года. Мы здесь готовимся к большому перераспределению богатства. Самому большому в истории человечества. Если вы следили за всем происходящим так же глубоко, как и я, то вы уже знаете, что это происходит. И все, что я вас прошу сделать, оставайтесь терпеливыми, бдительными и внимательными. А меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. Чем больше лайков вы ставите, тем больше людей увидят эту правду. И тем больше мотивации у меня работать дальше. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого.